Я вышел на улицу. Парень из девок. Ай, как же каральцы. I walk alone, I walk alone. Солнышко погляти. Я уже устал обращения делать. Расфорсите эти обращения. Кому это навык вообще устал? Я не могу найти язык с реслянами. Если у вас растет отморозки, отморозки растут. Может, я неправильно изъясняюсь для вашего слуха. Я могу исправить это просто сидя, молча. Я просто сижу, сейчас покажу. Смотри. Допустим, здесь. Это не лучшее место. Ну вот, вы сидите на лавке, где будете сидеть на лавке. Я сидеть буду здесь рисовать мелками. Я уже рисовал здесь в 2018 году. Рисовать мелками пейзаж детский. Стоят они там копейки. Ну или сколько, не знаю. Рисую, рисую, рисую. Вы приводите своего сына или дочь. Ну, в основном, сын отморозок. Вы приводите, или если хотите дочь в художку отправить, а она не хочет, потому что вы сами-то в художке не учитесь, вы ненавидите художку. А как она может заходить в художку учиться, если вы сами не учитесь там и не занимаетесь этим. Вы из-под палки заставляете их идти в художку эту бюрократическую. Смотрите, здесь я рисую, вот так сижу. Мелками пейзажи. Настираю. Молча. И с энтузиазмом, и с силой. Они приходят, и они никогда такого не видели. Вы сидите здесь, смотрите. Ну, как бы, вы взрослые люди, вы можете хоть оцепление здесь ОМОНа поставить, мне без разницы. На всякий, если вы думаете, что я какой-то там вообще опасный преступник, как меня, ну, фактически выставили там во дворе из-за этих бабок, с которыми я поспорил насчет войны, что нельзя воевать. Ну, короче, ладно. Ах, блин. Короче, я рисую здесь. Подходит ваш сын отморозок, и вы говорите, подойди к этому парню. Ну, он подойдет к этому парню, потому что он же слушает тебя, отец или ты, мать, скорее всего. Просто подойди рядом здесь. Или просто даже не подойди к этому парню, а просто вот ты сидишь, и он здесь, и он увидит, что рисует. Он подойдет, посмотрит. Плюнет. Обзовет как-нибудь, может, и упадет дальше. На следующий день, это первый сеанс, второй сеанс. Я продолжу рисовать, как будто ничего не было, а потом, когда я иду, рисунок будет готов, он подойдет и обоссыт рисунок мой. Так уже было, это все с практики. И еще затопчет там, обоссыт, оплюет. Я приду, и затем мы приходим, вы приходите, здесь все обосрано, обосрато, оплевано вашим сыном. И он видит, что я рисую вот здесь, рядом, как ни в чем не бывало. Ну, или вот здесь. Как ни в чем не бывало, рисую дальше пейзаж. Он подходит, и он уже не будет это делать. Вы не ругаете его за то, что он обоссыт на пейзаж. Вы не должны вообще ругать. Он просто видит, что я рисую, и он берет мои мелки, и говорит, давай сюда. Давай. И дальше он рисует, и такой, типа, смотрит. Че думаешь, я так же не смогу? И он берет рядом, садится где-нибудь там, и рисует что-нибудь. Это второй сеанс, он уже взял мелки и стал рисовать. Я нарисовал пейзаж, сфотал, но он может обоссать его опять, а плюнуть в него без разницы. Если там два придут человека, три отморозка, еще лучше. Чем больше, тем лучше. Дальше, третий сеанс. Бесплатный. Бесплатный только сыр мышел. Ну хоть сколько-то заплатите мне на еду, там, хоть. Третий сеанс. Здесь уже высохнет или не высохнет, неважно. Короче, я рисую, вот, вы сидите здесь. Вы смотрите внимательно. Можете ОМОНовцы, своего отца позвать всех, кого хотите. Как бы они следили, что я никакой не маньяк. Ведь меня считают самым худшим человеком на свете. Зачем вы сразу меня уничтожите, если я хоть что-то не то сделаю или скажу. Я просто молча буду рисовать дальше пейзаж новый. Подходит ваш сын или, желательно, как можно больше. И они уже не будут плюнуть. Один из них плюнет в семечки. Второй скажет, что ты плюешь это. Подни подбери. Ты видишь, человек рисует. Это реально. Это было со мной реально. Это из практики. Из жизни, блин. Тогда я причем был очень худой. Мне было сколько лет там вообще. Они реально могли бы что угодно со мной сделать. Но они не стали ничего делать. И там не добыло свидетелей. Хотя они обычно, обычно бы они, если я... Обычно они вот это вот делают. Избивают, там, крадут. Украли бы у меня фотоаппарат. Избили. Там, обозвались. Такое. Они бы это сделали. Но они видели нечто, что облагородило их. Можешь это понять? Я не знаю, как на русском языке, на российском языке объяснить тебе, россиянка, что это облагородило их. Облагородило их душу. Облагородило их душу, поверь мне. Клянусь тебе. Богом клянусь. Это облагородило их душу. И он скажет. Подбери. Это... Видишь, человек рисует. Тот подберет. Тот проявит доминацию. То есть тоже свои вот эти вот... Бандитские корни там. Я продолжу рисовать. Они посмотрят. Скажут, нифига. И уйдут. На четвертый... На следующий день они придут и будут рисовать. А может я скажу. Типа вы скажете. А можешь нарисовать? Кто же... Он тоже будет рисовать. И он так будет приходить. И он станет реально добрее. За десять, за семь. Вот таких занятий. Ну, в сеансах все скажем. Или как это... Бесплатных. Только чтоб на еду мне хватило. На эту... На мелки. Он станет добрее. Он перестанет быть отморозком. А девушка, если она скажет... Ну, или он скажет, что... Хочет, захочет стать художником. Захочет пойти учиться художку. Это из практики. Реально. Это не фантазия. Это практика. Это реальность. То, что происходило в мэмпель. То, что я слышал в жизни, реально происходило. Блин. Ну, вот мое обращение к вам, русские люди, россияне. Я Александр Ленин, художник. Вконтакте Тихон Мышкин. Короче, я художник. У меня есть группа ВК КОМ Аутсайдер Арт. Нечем написать. Прошу вас. Я могу сделать мир лучше немножко. Это же в ваших интересах, чтобы не выросли отморозки. А что сделают отморозки, когда вырастут? Они вас же могут убить. Вас же могут обокрасть. Вам же могут дом поджечь. Могут что угодно сделать, блин. Вы приведете сюда. Если найдется какой-нибудь умный человек. Хитрый и хитроумный человек. Он сумеет сделать из этого очередь. Чтобы сюда очередь была. И они смотрели. Много людей смотрел. Как я рисую. Я облагораживаюсь. Чтобы подморозки все эти. Будущие, кто вырастут преступниками. Чтобы они. Но еще идеальнее было бы. Если бы я подучился. Вспомнил, как рисовать портреты. Я бы идеально портреты каждого рисовал. И типа. Что ты хочешь? Машину крутую. На фоне машины его нарисовал. Что ты хочешь? И его портрет прям похожий. И он стоит такой крутой. И написал его фамилию и имя. Крутой парень. Будущий художник. Будущий там. Не отморозок. Короче. Как они так. НЛП там придумаем. Рядом второй отморозок. Такой стыд. Фу. Классно. А я че? И он начнет начать драться. Нет. Стой. Стой. Не надо. Он начинает завидовать этому. Типа. Тот такой. Смотрите. Смотрите. Я крутой. Меня художник нарисовал. Круто. Этот такой подходит. Фу. Ты че? И пытается его задавать. Я говорю. Подожди. Давай я нарисую тебя. О. Давай. А другой говорит. Я ненавижу вас. Вас рисуют меня крутыми. А меня нет. Я и тебя нарисую. И тебя. И здесь вот все вот эти плитки будут. С рисованными этими отморозками. Только они будут. Нормально нарисованы. Портрет хороший. Кто то на фоне. Машины крутой. Кто то. Но обычно они машины любят. Кто то на фоне. Еще чего нибудь там. Кто то на фоне. Еще. О чем они мечтают. Но у них нету в жизни. Потому что на краю города живут. И они все будут удовлетворены. У всех. И покрою еще лаком. Все они будут запечатлены. Они не будут ссориться друг с другом. Кто круче. Портит друг другу. Писать. Что все они будут запечатлены. И сфотографированы на фоне своих рисунков. Они будут счастливы. Дальше они будут рисовать вместе. То есть они во первых проникнутся сердцем. Бессознательным. К тому что человек. Вот такой как я в очках. Который выглядит не как им розок. Он нормальный человек. Что с ним можно. Что не обязательно ломать его фотоаппарат. И отбирать все. И унижать. Что с ним можно общаться. Это самый главный урок. Который они вынесут. Далее. Они. 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 Они повысят свою самооценку. Это тоже влияет на психику. Это тоже вам. Даже психологи скажут. Что это повысит их самооценку. И они не станут отморозками. Бандитами. Преступниками. Шманоидами. Наркоманами. Этими. Разными скейтхедами. И прочими. Разными добрыми людьми. Которые. Ну. Я не сравниваю скейтхедов. С отморозками. короче я беру свои слова назад начался просто я вспомнил песню этого вспомнил песню ленинграда ну а мы ну а мы раз и аркоманы и фашисты шпана как один социально опасны и по каждому плачет тюрьма просто вспомнить это текст песни ли не группу ленинград отец не слушал я не запомнилась поэтому я вспомнил извините я беру свои слова назад всех все хорошие люди все хорошие добрые люди очень смотри они все сфотографированы будут они будут другие другие одноклассники скажут нифига себе тоже придут я их нарисую я и они сами будут рисовать рядом здесь будут плитки они будут тоже рисовать 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 каждый день там течение месяца несколько двух недель будут рисовать каждый день пояска же ты можешь доказать что ты крутой нарисуй лучше а ты круче на рисуешь вы его все круто рисуете и они станут из отморозков они станут добрыми людьми не станут добрыми людьми они они уменьшится страданием ты не будешь страдать от отморозков ты не будешь садять от гопников ужасных арт бандитов и они не вырастут опасными элементами которые как еще тебе объяснить не понимаешь расфорсить и это везде где можете на английский язык переведите расфорсить и это обращение везде молю бога ради иисуса расфорсить и это везде распространить узел устно расскажите я художник александр альонин тихон мышкин тихон мышкин вконтакте подписан александр альонин художник пейзажист канал на ю тубе называется челк арт софт постел tutorials и мари софт постел он эмири paper tutorials короче вы найдете меня в любом случае там канал мой ну очень расскажите лучше устно потому что ни у кого не будет желание смотреть 15 минут это видео я наклятно показал как из обморозков превращают превращаются хороших людей блин расфорсить и везде это видео расскажите везде это в текстовом варианте любом варианте пожалуйста мы сделаем мир лучше конкретно этот двор или двор где живут отморозки лучше там не будет отморозков там будут там будет процветающий край я клянусь сейчас я не нужен никому проклят и хожу с акромаром проклят и хожу все время один и еле вижу скоро я сдох не будет хотите живите среди отморозков вам нравится